Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, Сигарет нет. Я очень часто вижу в своих комментариях такие вопросы, как какую жидкость можно парить на подсистеме, можно ли заправить минифит нулевку и все в таком духе. В этом ролике я постараюсь ответить на вопросы о никотине, и если я про что-то забуду сказать, то вы мне обязательно пишите в комментариях, там мы продолжим нашу дискуссию. Итак, первое, что нам нужно знать при выборе жидкости, это то, какой никотин вы желаете парить. На сегодняшний день у нас есть три основные разновидности никотина. Это щелочной, солевой и гибридный. Солевой никотин. Это одна из разновидностей никотина, которая известна довольно давно, но широкую популярность среди вейперов получила только в 2015 году, а в русскоговорящие страны пришел вообще в конце 2017. Солевой никотин является искусственным веществом, которое сбалансировано по уровню кислоты pH с организмом человека. Из преимуществ можно выделить то, что вы можете парить большую крепость без получения неприятного ощущения в горле или по-другому ТХ. Также он лучше усваивается. Щелочной. Это самый обычный никотин, который получают с синтезом из листьев табака. Содержание никотина в одном табачном листе от 0,3 до 5%. Также никотин можно излечь из картофеля, помидоров и даже сладкого перца. Комбинированный никотин. Это смесь щелочного и солевого никотина. Такая смесь позволяет вам парить более крепкую жидкость и получать удар по горлу. Если вы долгое время курили и хотели перейти на вейп, то для начала вам нужно разобраться, какую же жидкость и какой девайс лучше всего будет приобрести. Лично я рекомендую взять себе одноразку и подсистему. Одноразку обязательно с крепостью от 30 до 50 мг солевого никотина. А для подсистемы приобрести себе жидкость с обычным никотином, но уже от 3 до 12 мг. Да, возможно вы потратите какую-то крупную сумму денег на покупку всего этого добра. Но буквально за пару дней вы поймете, какая вам жидкость нравится и какой никотин вам приятнее всего парить. Теперь перейдем к соотношению. Возможно вы часто замечали какие-то непонятные циферки и буковки на флаконах с жидкостью. К примеру, 60 на 40 ВГПГ или 40 ПГ, 70 ВГ. Что же это все значит? Все очень просто. В основном жидкость состоит из 4 ингредиентов. А именно, пропиленгликоль, ПГ, глицерин, ВГ, пищевой ароматизатор и никотин. Грубо говоря, глицерин отвечает за количество пара, а пропиленгликоль отвечает за смешивание всех ароматов в жидкости. Соответственно, чем больше у вас глицерина, тем больше будет пара. Ну и чем меньше глицерина, тем меньше у вас будет пара. А большое содержание пропиленгликольа дает так называемый удар по горлу. То есть вы чувствуете, когда вы парите, даже если в жидкости содержится маленькое количество никотина. Ну и наконец-то мы возвращаемся к вопросу, какую жидкость заправить в спотсистему. Или же в любой другой девайс. Зачастую в спотсистемах находится очень маленький испаритель, который не способен быстро впитывать в себя густую жидкость. Поэтому для такого рода устройств я рекомендую использовать жидкость с содержанием глицерина не более 60, а вообще лучше не более 50%. Благодаря такой жидкости ваш испаритель проживет гораздо дольше, и вы будете получать больше удовольствия от парения. Также такого рода устройства вы всегда можете заправить как нулевку, то есть жидкость без никотина, так и солевой никотин, щелочной никотин или же гибридный. Это никак не скажется на вашем устройстве. Ну и конечно же небольшой лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваша жидкость прожила как можно дольше, храните ее в темных холодных местах, поскольку никотин имеет свойство окисления. В конце ролика я хотел бы попросить вас, чтобы вы написали в комментариях о вашей любимой жидкости. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале. Продолжение следует...